началось все с того что я лет 10 назад заболел попал в реанимацию после проверки доктор мне сказал молодой человек то что с вами случилось вы сейчас выйдите из больницы и зайдите в первую же церковь и зажгите свечку слава богу что у вас вот так получилось минут 5 я сидел за это время всю свою жизнь пролистал какое-то ощущение было что или я сдамся или я прорвусь я выехал купил несколько мячей денег не хватило я оставил залог паспорт приехал домой за неделю обошел все школы в каждой школе нашел ребят те которые хотят увлекаться любят футбол за один год мы провели турнирчики во всех школах всем детками покупал медали чтобы мотивация была футбольную форму так мы собрали детские команды начали заниматься я понял что в чедерлунге мы расти не будем тогда я начал искать варианты и начали возить на международные турниры поехали первый раз болгарию удачно съездили много чему научились через год мы поехали в фенербахче мы приехали с командой эти нас поселили на базе фенербахче фенербахче нашего возраста детки значит вышли на поле 40 детей 40 детей 11 тренеров мы же приехали я тренер водители один дедушка я когда увидел что на поле один из тренеров тренер в офис подготовки тренер про вратарям тренер психолог тренер общем все мне пришлось чтобы не не выглядеть так я водителя отдел тренера второй тренер дедушку тоже так выкрутились мы футбол для меня это вторая жизнь в год три раза четыре раза я получал курс лечения и очередной раз поехал опять на проверку и доктор говорит чем вы сейчас занимаетесь его продолжаю футболом вот год футбол это ваше лекарство не у меня когда на душе так не неспокойный что-то не тревожит я прихожу на стадион стадион это это доктор я благодарен судьбе что так получилось что я занимаюсь футболом в этом году наши три команды нас играют чемпионате молдовы ребята и мы создали еще набрали 4 группы under 13 девчонок наш ребенок один занимается в австрии наш мальчик радов николай после многочисленных наших предложений он играет за спартак москву конечно работаю у меня есть предприятие где-то мы откладываем на футбол в первую очередь семью детям на двое сыновей но скажу вам эпизод очень хороший значит сын приехал он студентом был приехал привез фирменные мячи фирменные мячи знаете это мяч как мерседес и запорожец нас привез десять мячей вечером за ужином супруга говорит папа ты рассчитаешь с ребенком уже прежде мячи и вышел ночь мы его воспитали он уже самостоятельные что там мячи день мяч стоит 5 долларов 10 мячей когда мама услышала супруга 5 долларов за голову взялась но если бы она знала что один мяч стоит сто пятнадцать евро да на обмен она выгнал убийство вот такая стать конечно много времени у меня за не занимает футбол но я это делаю в удовольствие такой эпизод еще один такой немаловажный я учился занимался значит на лицензии 6 утра во дворе у себя там выполнял определенное упражнение супруг или я или футбол выбираю лючка конечно ты ну и футбол тоже то что это иван михалыча я знаю давно он занимался газом и когда он не я как ближайший друг он мне сказал что хочет заниматься футболом не очень удивило это его не что какой футбол ты что связать с удовольствием вот мы чуть-чуть поспорили с ним и он все-таки начал это делать для себя он ничего не просит он любит детей любит вот этот футбол ваня это вообще очень общительный человек он ни минуту не покоя шустрый с детьми создавали много мини стадиона в школах таких людей мне кажется редко он много вкладывает в развитие спорта футбола иван михалыч очень ответственный и очень важный человек для нашего клуба он помогает нам совсем и если бы не он то нашей команды не было бы я всегда вижу когда он появляется на футбольном поле у него как бы загораются глаза у него если какие-то возникают проблемы он просто переодевается приходит возиться здесь с детьми это как бы сброс этого всего напряжения это отдушина мое первое обращение федерацию футбола что я хочу построить чедерлунги футбольное поле кое-кого удивило даже президента бывшего павла герча чабану но когда он направил комиссию не посмотрели что я делаю как мы получили поле сразу после посещения комиссии что предыдущий президент что новый президент значит они видят кто работает теме помогает по крайней мере павел горюч он вникал самые мелочи ни одно наше обращение без внимания не оставлял видно новому президенту передал новый президент тоже на все наши обращения реагирует моментально значит сам кто я для президента он сам позвонит спросит что делать и как что нужно для того чтобы сделать то есть нам нам повезло начало стадион построили затем одно здание приспособили под раздевалку раздевалочка у нас горячей водой есть судейская комната две отдельные раздевалочки очень важно чтобы дети приходили и смотрели какой порядок будет у нас порядок будет и команде порядок знаете я уже убедился дети нас слушают больше чем родителей видно футбола такая сила такая энергетика что дети стараются занимаются